Друзья, всем привет! Это видео будет о разных мелочевках, о разных деталях, которые по тем или иным причинам не показывал в предыдущих роликах. А начнем с изготовления выхлопной трубы. Нашел у себя вот такую подходящую медную трубку, из нее и попробуем сделать. Сначала заварил один край медной трубки, для того чтобы наполнить ее мелким песком. Когда полностью заполнил и утрамбовал песок, зажимаю второй край трубки и завариваю его тоже. Все это проделано для того, чтобы при сгибании не получилось заломов на трубке. Вот такой изгиб удалось получить, также помогал мне вот такой ролик. Осталось только вытрустить остатки песка из трубки. Приблизительно так и будет стоять выхлопная труба. Сейчас буду припаивать крепежный фланец. Покрываю припоем сам фланец и торец трубки. Выставил их друг на друга и нагреваю пока они не спаяются. Ну и вот крепежный фланец готов. Саму банку глушителя взял из средней части вот такой конусной трубки. Все детали выхлопной системы готовы. Осталось только все спаять, чем сейчас и займемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также был сделан такой хомутик для крепления банки к раме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С электроникой на модели еще рановато работать. Но следующее, что сделал, это поставил рулевой сервопривод. Так как немного задолбало уже, когда работаешь с моделью, и передние колеса постоянно куда-то выкручивает. Крепление сервы вырежу из такой алюминиевой профильной трубы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Уже больше 10 серий об этом проекте на ютубе, а до сих пор не показывал поршень. Сделал вот такой, чугунный, из того же материала, что и гильза. Как вы можете помните, через весь шатун, через шатун просверлено отверстие, по которым будет идти масло. Из шатуна оно пойдет в поршневой палец, а из пальца по боковым каналам на поршне пойдет в кольцевую проточку, а из нее через отверстие обратно в картер. Сделано это для эксперимента, посмотреть как оно будет работать. Зазор между поршнем и цилиндром 2 сотки. С тем алюминиевым поршнем, который я отлил в первых сериях, ничего у меня не получилось. Чтобы я с ним не делал, компрессии все равно хорошей не было. Возможно, это связано с мелкими порами в отливке поршня. Выражаю огромную благодарность всем, кто участвовал в вопросе с помпой охлаждения. Я не знаю, как мне это простое решение в голову не пришло, но мне понравился вариант из комментариев. Просто заменить один подшипник на фтеропластовую втулку. Так я и сделал. Теперь можно заливать антифриз и не бояться, что когда-то заклиннет подшипник. Также для системы охлаждения понадобится расширительный бачок. Корпус вырезан из тех же конусных трубок, которые использовал для глушителя. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой бачок у меня получился. Сделаю к нему прозрачную крышку, чтобы наблюдать, что будет внутри происходить. Из нижнего патрубка бачка в помпу поступает жидкость. Из помпы через головку попадает в цилиндр. Из цилиндра в нижний патрубок радиатора. Из верхнего патрубка радиатора обратно в бачок. Также покажу, как я сделал масляный насос. Из латунного шестигранника был сделан корпус. Вот этот цилиндр и поршенек к нему вырезан из тракторной топливной форсунки. Субтитры сделал DimaTorzok Собираю впускной шариковый клапан, через который масло из поддона будет втягивать в насос. Собираю впускной шариковый клапан, через который масло из насоса будет выдавливать в коленчатый вал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот так в принципе и работает масляный насос. Поршенек будет приводиться в движение от распределительного вала. Также между поддоном и насосом будет установлен фильтр. Вот эта белая штука взята из какого-то топливного фильтра. На вид материал как кусочек пластиковой трубки, очень твердый, но он пористый и прекрасно фильтрует масло. Ну и как же без топливного бака, объемом в 10 микрофарад. Думаю многие знают, от чего этот корпус был взят. Также внутри него будет находиться вот такой топливный фильтр от бензопилы. Отверстия в крышке будут заглушены, но потом понял, что вместо одной заглушки можно сделать заливную горловину. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Все детали немного зачистил, установил топливный фильтр и можно припаивать крышку бака на свое место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такой топливный бак получился. В качестве крышки для бака взял болтик М6 с маленьким сквозным отверстием. На этом и будем заканчивать данное видео. Всем, кто досмотрел до этого момента, огромное вам спасибо. Не забываем о пальцах вверх и обязательно написать комментарий. В следующем видео, думаю, будем делать сборку двигателя, так как все детали уже готовы. Ну и конечно же попробуем его запустить. На этом у меня все. Всем удачи. Пока-пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова